УЕФА заявила, что одобрила новую футболку сборной Украины, на которой изображен патриотический лозунг и контур границ государства, включающий Крым, Черноморский полуостров, контроль над которым Россия захватила в 2014 году. Новый дизайн, представленный президентом Федерации футбола Украины Андреем Павелко, вызвал недовольство в России. Один из законодателей назвал его политической провокацией. Футболки сборной предназначены для чемпионата Евро-2020, который был отложен из-за пандемии COVID-19 и будет проходить с 11 июня по 11 июля в 11 городах, включая Санкт-Петербург и Россию. Как говорится в заявлении руководящего органа европейского футбола от 7 июня, футболка сборной Украины и для всех других команд для Евро-2020 была одобрена УЕФА в соответствии с действующими правилами экипировки. В фейсбук 6 июня Павелко написал, что украинские игроки будут носить специальную форму и разместил фотографии футболок в сине-желтых цветах украинского флага. На них изображен контур Украины, а также слоган «Слава Украине! Слава героям!» «Мы верим, что силуэт Украины придаст силы футболистам, потому что они будут сражаться за всю Украину», сказал Павелко. «И вся Украина от Севастополя и Симферополя до Киева, от Донецка и Луганска до Ужгорода, будет поддерживать их в каждом матче». Лозунг на спине футболки гласит «Слава Украине!» Патриотический гимн, который использовали в качестве призыва протестующие, сместившие промосковского президента Виктора Януковича в 2014 году. Тем не менее, официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала комплекты, заявив, что футбольная команда присоединила территорию Украины к российскому Крыму, создав иллюзию невозможного. Она сказала, что лозунг является националистическим и повторяет нацистский клич. В то же время, российский депутат Дмитрий Свишев назвал футболку абсолютно неуместной и призвал УЕФА принять меры. Непосредственно в офисе президента Украины Владимира Зеленского считают, что лозунг «Слава Украине!» на форме национальной сборной по футболу является абсолютно правильным и не может вызвать никаких оговорок. А ответ героям «Слава!» записан на душе каждого украинца. Продолжение следует...